Коллеги, добрый день. Меня зовут Надежда Шикина, я менеджер по развитию отраслевых решений компании 1S Bittrex. И сегодня наш вебинар посвящен готовым решениям для государственных организаций. Я благодарю вас, что вы в этой утренней часе нашли время уделить внимание нашим решениям. Я представлю новую версию официального сайта государственной организации. И мы поговорим про интерактивные сервисы, которые могут быть полезны для создания эффективного сайта, портала или приложения. Традиционно несколько слов о компании. Компания 1S Bittrex – это российский разработчик системы управления сайтами и корпоративными порталами. На рынке с 2006 года, сегодня на платформе 1S Bittrex работает более 130 тысяч проектов. И у нас самая большая в мире партнерская сеть – более 10 тысяч партнеров. Еще одно маленькое объявление, совсем не учла. Наш вебинар записывается. После обработки материалов вам придет рассылка. И также материалы будут опубликованы на сайте. Вопросы вы можете задавать на вкладке «Questions». С нами сегодня партнер Евгений Мамаев, ведущий разработчик студии «Медиа-сервис». Он будет отвечать на вопросы, помогать. И также в конце доклада я отвечу на вопросы. Продолжаем нашу беседу. Платформа 1S Bittrex занимает лидирующие позиции среди платных тиражных систем управления сайтами, Content Management Systems. Что мы видим с рейтингом платных систем управления сайтами iTrack. И на платформе можно создать любые проекты. Это интернет-магазины, корпоративные порталы, новостные сайты, в том числе и сайты для государственных организаций. Наша платформа использует такие крупные государственные организации, как МЧС России, Государственная дума, Министерство энергетики и более тысячи различных администраций, прокуратур и других государственных учреждений. Но при создании сайта часто возникает ощущение, что это очень сложная технология. Хотя сейчас уже мы раньше рассуждали на вебинарах, зачем создавать сайт и нужно ли его создавать. Сейчас мы знаем, что есть законодательство, есть 8-й федеральный закон. Но сейчас уже речь не стоит просто о создании сайта. Сайт должен быть эффективный, поскольку это дополнительный маркетинговый инструмент для достижения конкретных задач организации. Но и также сейчас основной тренд – это уже интерактивные сервисы. Это вовлечение пользователя в общение, в какие-то совместные действия на сайте, в приложении и это смещение технологий в сторону сервисов и приложений. И вот мы тоже сегодня коснемся и понятия эффективного сайта и посмотрим, какие сервисы и приложения могут принести пользу государственной организации и также быть полезны для граждан и бизнес-сообщества. Ну что такое эффективный сайт? Эффективный сайт – это сайт, который решает конкретные задачи государственной организации. Если это, например, маленькое городское поселение – одни задачи. Если это крупный портал администрации, допустим, Москвы и Санкт-Петербурга, то есть крупных городов или областей, то это совершенно другие задачи. Большое количество организаций, большое количество взаимодействий между организациями, большое количество услуг, которые оказываются гражданам – это другие задачи. И все это необходимо учесть еще до начала разработки проекта, именно при написании сценариев, написании задач конкретных. Также важно соответствовать законодательству. Мы знаем, что есть ряд законов, которые жестко регламентируют создание сайтов. Ну и также бизнес-целью может быть повышение престижа учреждения. Сейчас существуют различные рейтинги среди государственных организаций, где оценивается их сайт, эффективность. И если организация занимает лидирующие позиции в таких рейтингах, то гражданам всегда приятно, что о них заботятся, стараются сделать эффективную работу, повысить какие-то сервисы, повысить качество оказания услуг и создать сервисы на сайте, которые решают проблемы пациентов. Не пациентов, прошу прощения, посетителей. Просто недавно был доклад про медицину. Но решая свои конкретные задачи, бизнес-задачи, мы понимаем, что мы решаем проблемы конкретного гражданина, проблемы пользователя, потому что вряд ли пользователю будет интересно, соответствует сайт законодательства или нет, больше привлечет посетителей сайт или нет. То есть конкретному гражданину интересны его потребности. То есть найти нужные услуги, как записать ребенка в школу, или записаться через интернет на прием к врачу. Сделать это быстро. Или нужно получить какие-то справки, нужно собрать документы, получить какую-то услугу. И хочется, конечно, всегда быстро найти нужную организацию, понять, как она работает, куда подать документы и так далее. То есть масса вопросов, которые решает обычный гражданин. Наши, собственно, веб-технологии на это и направлены. Сокращение времени, получение ответа на различные организационные вопросы, и создание комфортных условий для получения той или иной услуги или взаимодействия с организацией путем обращения, запросов. Ну и, конечно, интернет-ресурс должен быть безопасным. Есть и прекрасная книга Стива Круга. Не заставляйте меня думать. Это книга про веб-дизайн. Точнее, про взаимодействие между пользователем и интерфейсами. Как продумать правильно структуру, на что обратить внимание, как расставить акценты, как сделать понятной навигации и как выделить разные точки входа для разных целевых групп. Мы все знаем, что у посетителя одного и того же сайта могут быть различные целевые группы. То есть если взять, например, администрацию города, то за услугами могут обращаться физические лица, могут юридические лица. Это уже две разных целевых аудитории, у которых совершенно разные задачи. Могут также обращаться и какие-то государственные организации для контролирующих органов, для проверки. Это еще одна целевая аудитория, которая будет проверять как раз соответствие законодательства. И вот сразу, заходя на главную страницу, пользователь должен пойти в свою область, в свою зону. И вот это важно также учесть при разработке и сервисов, и приложений. И приложений тем более, потому что с приложениями обычно часто тоже люди работают на ходу, и им должно быть все понятно. Вот пример достопримечательностей на одном из сайтов. И понятно, что, конечно, памятники, мы видим, что здесь много памятников, и даже есть информация на английском языке, что тоже хорошо. Но читать в книжном виде на сайте информацию – это, наверное, маловозможно. Сейчас мы просто не представляем жизнь без Яндекса и Гугл карт. И все, что мы хотим найти, мы смотрим обычно на картах, прокладываем маршрут и смотрим, что есть рядом с нами. Ну, то есть понятно, что такой список, он в принципе… Ну, вот это буквально снят с сайта этого года. Ну, возможно, может быть, его уже будут дорабатывать, но, тем не менее, это нужно учесть. Вот пример интернет-приемный. И много форм, много полей. И, в принципе, они большинство и необязательных. И пользователь для того, чтобы задать какой-то вопрос, получает форму. У меня она не уместилась даже на одном экране, хотя у меня не самое маленькое разрешение экрана. И это означает, что мы просто пользователю даем сразу кучу лишних вопросов, которые не нужны ни пользователю, ни государственной организации. И, увидев такое количество вопросов, он просто закроет страницу и подумает, лучше я пойду на прием уже к конкретному чиновнику или сотруднику, чем я буду тут, может быть, и пару десятков форм заполнять. Когда только начинались интернет-магазины, я пыталась заказать ноутбук, и вот на одном из сайтов встретила, я просто специально посчитала, было интересно, 60 вопросов. Ну, конечно, я не стала заказать ноутбук в таком интернет-магазине, но вот, тем не менее, это тоже очень важно учитывать. Еще один тренд, который сегодня существует, это мобильность. Мы все больше стали искать в интернете с мобильных устройств, все больше приложений появляется для этих устройств, и уже поисковые системы реагируют на эти изменения. 2013 год был переломный год по продаже мобильных устройств, когда они превысили продажи стационарных компьютеров и ноутбуков. И в апреле этого года компания Google заявила о том, что она пессимизирует сайты мобильной выдачи, не имеющие мобильной версии. Также это поддерживает и Яндекс, и другие поисковые системы. Что это означает? Это означает, что если посетители сайта, основная целевая аудитория, приходят с мобильных устройств, то она просто не увидит ваш сайт поисковой выдачи. Это, конечно, недопустимо, но и особенно для государственных организаций важно не только соответствие законодательства, но и соответствие пользовательским сценариям, предпочтениям. И действительно, находясь на работе либо в дороге, пользователь чаще всего будет, скорее всего, на мобильнике смотреть что-то. Поэтому нужно не просто уже создавать сайты, а нужно, чтобы сайты были адаптированы под мобильные устройства. Причем неважно, это мобильная версия или адаптивный дизайн. Все зависит от сложности. Бывает, что сложные сервисы, они достаточно имеют очень разные сценарии на основной версии и версии для смартфонов, и тогда делают мобильную версию и версию для ноутбуков и планшетов. Если интерфейсы не такие сложные и достаточно просто перестраивать блоги на странице, то чаще всего используют адаптивный дизайн. Это проще, это меньше затрат на разработку. Но тем не менее, то или иное нужно обязательно сделать. Если у вас есть проекты, но еще нет мобильных версий, то обязательно поставьте это в ближайший план работ, и вы таким образом обеспечите больший доступ, большее количество аудитории, которая будет приходить на ваши сайты. Также полезными сервисами и обязательными сервисами являются обращения граждан, различные опросы, голосования. То есть, когда гражданин вовлечен в процесс, он участвует в жизни города или в развитии какой-то организации, ему это интересно, и у него складывается впечатление, что о нем заботятся, его мнение ценно, поэтому, конечно, стоит, и мы видим сейчас, и на всех крупных порталах различные опросы, голосования. В Москве есть приложение «Активный гражданин», такие же, наверное, похожие приложения, может быть, есть и в других регионах, но это все тоже нужно учитывать. То есть, резюмируя, что кроме понятных интерфейсов и хорошей навигации, нужны сервисы, которые активно взаимодействуют с посетителем. Но также еще важно уделять внимание контенту. Государственные услуги или термин определения, они имеют очень длинные названия, и пользователю не всегда понятно, что это означает. Поэтому лучше давать какие-то пояснения, краткие, которые… или фильтры по услугам, то есть, если услуг много, они для разных областей, то есть, например, это медицина, градостроительство, недвижимость, юридические услуги, то лучше прямо вот давать сразу фильтры, категории, рубрикаторы, так, чтобы было просто разобраться во всем этом пространстве большом услуг. Но даже если у нас будут прекрасные интерфейсы, у нас будет хорошая мобильная версия, у нас будет понятный контент, но есть проблемы с доступностью сайта, то есть он грузится долго, то он будет терять большое количество посетителей. Это также важно, особенно когда происходят такие услуги, когда запись детей в школу или запись в медицинские учреждения. Когда не работает сервис, то у посетителей может создаться паника. Нам вот рассказывали коллеги, в одном городе произошел сбой работы сервиса при записи детей в первый класс, и в итоге все родители просто побежали утром, еще до начала рабочего дня школы, бегом, выставилась громадная очередь, потому что думали, что раз сервис не работает, то детей не записывают в школу. То есть таких случаев быть не должно, поэтому при развитии проекта, при его планировании важно также понимать, какие есть нагрузки, какая должна быть архитектура. Также мы чуть-чуть в конце еще поговорим про возможности платформы Bittrex и, в принципе, как правильно обеспечить, о чем стоит подумать при планировании проекта. Но чего точно не должно быть, это информация о том, что сайт атакован или заражен вирусами, то есть это недопустимо, поэтому обязательно нужно следить за безопасностью, тем более, если есть личные кабинеты, если там есть персональные данные пользователей, то есть это просто вопрос номер один. Ну вот в платформе Bittrex есть специальный модуль, и мы тоже в конце вебинара посмотрим, какие есть возможности для защиты проекта. Ну и подводя итог всего сказанного, чтобы решить конкретные задачи бизнес-организации, этот сайт должен что из себя представлять? Он должен содержать удобные интерфейсы, понятный контент, понятный, то есть говорим на языке пользователя, это доступность любых устройств и высокая производительность и безопасность. И вот если мы эти требования учтем, мы их выполним, то мы решим свои задачи и действительно получим хороший эффект. Казалось бы, если есть платформа, на которой можно создавать сайты, мы понимаем уже, каким требованиям должен отвечать сайт, то зачем готовые решения? Но общаясь с нашими клиентами, мы поняли, что многие сценарии универсальны, и поэтому решили помочь упростить создание сайтов или приложений. Что выбирать? Готовое решение или разработку с нуля? Это все зависит тоже от конкретных условий, от конкретных задач. Если есть ограничения по бюджету, если есть ограничения по срокам, то, конечно, здесь выбор будет больше в пользу готового решения. То есть, например, пришла проверка прокуратуры, сайт не соответствует требованию, что делать? Понятно, что за неделю никто проект с нуля не разработает. Готовое решение можно запустить за одну-две недели. Даже за неделю, если это небольшая организация, если это организация с филиалами, нужно обеспечить перенос контента, синхронизацию, то это будет чуть больше, но тем не менее успеть и решить проблему. Если это какой-то очень уникальный проект, очень уникальный сервис, крупный-крупный, то, наверное, здесь можно сказать в пользу индивидуальной разработки. Но, естественно, это будет от полгода и выше, и по стоимости это будет на порядке выше. И также возникает еще другой вопрос. Как найти команду разработчиков, как учесть? Здесь тоже эти вопросы нужно решать. Готовое решение, оно, конечно, позволяет сократить затраты. И нужно просто найти команду, которая поможет развернуть, установить и настроить. А проект с нуля – это нужно искать уже команду профессиональную, профессиональную, которая понимает, как разрабатывать сайты, как учитывать риски. Если у вас своя команда в штате, тоже как бы должны, если выбирают платформу, то они должны быть знакомы, должны знать хорошо возможности платформы и так далее, и так далее. То есть вопросов много, но выбор всегда остается от конкретных задач и условий. Мы потихонечку подошли к нашей линейке готовых решений. Для государственных организаций – это официальный сайт, портал открытых данных, мобильное приложение «Мой город» и решение для создания внутреннего портала экспертной организации. Также у нас есть сервис интерактивных карт объектов, который включен во многие готовые решения, ну и также может использоваться как отдельный модуль. Ну и вот про законодательство. Наши решения мы разрабатывали на основе законодательства. Это 8-й федеральный закон, 112-й, 152-й ФСЗ, защита персданных. У нас есть сертификат в СТЭК Российской Федерации. Также мы учитывали приказы правительства и министерства Российской Федерации. Портал открытых данных мы разрабатывали в соответствии с методическими рекомендациями по публикации открытых данных. Я не буду переселять все пункты федерального закона, но мы знаем, что жестко регламентируется прям структуру сайта. Какая должна быть информация об организации, контакте, как устроена структура. То есть это такой своеобразный чек-лист. Но также кроме этого закона мы должны помнить о пользовательских сценариях, то есть где можно стараться как-то структурировать, давать реприкаторы, давать какие-то сервисы, чтобы должны быть не просто выполнены федеральные законы и все хорошо, а чтобы структура и четко пользователь приходил на решение своей конкретной задачи. То есть точки входа, посадочные страницы, про это нужно помнить и учесть в разработке. Какие возможности у сайта государственной организации? Это готовая структура, готовые разделы, готовый сервис, сервис обращения граждан, интерактивная карта объектов, интеграция с мобильным приложением «Мой город» и также версия для лиц с ограниченными физическими возможностями. У нас сейчас выходит новая версия, и уже я покажу сейчас и скрины, и мы потом посмотрим на тесте. У нас редизайн, поскольку уже действительно пришло время, когда дизайн устарел, мы решили уделить этому вопросу большое внимание. В решение входит 9 различных типов сайтов. Это сайт органов местного самоуправления, на примере сайт администрации города. Я не буду представлять все типы сайтов, они у вас на слайде перед глазами, но это означает, что при установке решения, если это организация прокуратура, она выбирает сайт салового ведомства. Если государственная организация администрации города, она выбирает сайт органов местного самоуправления. Это удобно, почему? Потому что структура иногда очень разная, особенно вот у ЗАГСа, то есть у государственной программы, то есть у них свои задачи, они гораздо меньше, чем у сайта администрации, поэтому мы это предусмотрели в готовом решении. Пошаговый мастер установки поможет достаточно быстро и просто установить решение, то есть вводится лицензионное соглашение, вводится ключ, прописывается доступ, выбирается шаблон дизайна, в данном случае это пока еще старые скрины, у нас будет новый шаблон. Контактные данные, выбирается логотип, если требуется использование мобильного приложения, то также выбирается мобильное приложение, и мы в итоге получаем готовый сайт. Это новая версия. На главной странице мы предусмотрели большой баннерный блок, для того, чтобы просто заменив фотографию, уже можно немножко было поменять дизайн сайта, то есть, например, какие-то праздники, важные события, объявления нужно сделать, заменили баннер, и уже немножко сайт по-другому выглядит. И также мы учли модульную структуру в сайте, в дизайне, чтобы именно как раз средоточить пользователей на конкретных точках входа. То есть, если это новости, то это новостной блок. Одна главная новость, красиво можно оформить, добавив фотографию, и также списком рядом идут другие новости, заголовки. Пользователь уже переходит, может посмотреть ту или иную новость. Есть блок с услугами, для физических и юридических услуги. Блок с обращениями, то есть можно задать вопрос. В принципе, здесь можно добавлять свои блоки, свои сервисы. То есть, если готовое решение, это не означает, что оно жестко ограничено функционалом, который у него есть. Можно дорабатывать, выводить уже на главное то, что требуется в конкретном случае. Страница об услуге. Мы видим, что есть информация об услуге, какие документы нужно получить. И также мы на главной странице предусмотрели блок для ссылки на сторонний ресурс. Очень часто это прописано. Тоже требуется вывод на вышестоящие организации, либо на организации, где можно получить услуги. То есть, такой блок. То есть, не нужно все пихать в правую колонку, как часто это делают. Есть левая колонка, есть правая. В итоге пользователь попадает на страницу, у него миллион объявлений, он просто не понимает, что зачем нужно и куда идти. В разделе услуги тоже есть рубрикатор. Есть по категориям. То есть, допустим, то, о чем мы говорили, услуги, например, для физических лиц, просто категория архивное дело, культура, семья, спорт, общество. Уже хотя бы понятно, кому куда идти. И, конечно, можно еще сделать популярные услуги блок. То, что наиболее сейчас, а бывают и сезонные услуги, то, что наиболее востребовано. Серый с обращением к гражданам, то есть простая форма, помещается на одном экране. Также меню мы предложили вот такое многоуровень, не так, как раньше это был выпадающий список, который открывается на полстраницы, с собой перекрывает, и, в принципе, тоже неудобно пользоваться. И также просмотр обращений к граждан со статусами. Это уже доступ через личный кабинет. В внутреннюю страницу можно добавлять фотографии, можно добавлять баннеры, то есть то, что все что угодно можно показывать, но главное, чтобы это было компактно и наглядно. И мобильная версия. У нас адаптивный дизайн, то есть автоматически подстраивается версия под разрешение устройства, не требуется поддержка отдельного шаблона, чьи же разделы, и также мы проверили нашу версию в сервисе Google. Есть такой сервис, я также в презентацию добавлю ссылочку, и мы тоже с вами ее сегодня посмотрим. То есть мы ушли все рекомендации, проверили свой сервис, вы также можете проверить свои сервисы, свои сайты, и все ли соответствует, и получить рекомендации, если что-то не так. Мобильная версия совершенно другие экраны, мы видим, только что мы смотрели главную, и гораздо меньше экраны смартфонов, но тем не менее компактное меню, оно уже выглядит по-другому, если там на главной у нас для сайтов, ноутбуков это было горизонтальное меню, то в мобильном все компактно, но тем не менее можно попасть во все разделы, те же новости. Весь контент помещается в экране, то есть ничто никуда не влезает за поля, все четко, хорошо подстраивается под разрешение. Блок «Задать вопрос», также услуги для физических лиц, рубрикатор, и контрастная версия, на мобильном тоже она есть. В решении большой функционал дополнительных модулей, то есть можно подключать опросы, блоги, форумы, рекламу, можно использовать баннерные блоки, модули рекламы, когда вводить, например, их на главную, если нужны дополнительные блоки, дополнительные объявления, или на внутренних страницах, то есть можно подключать и развивать тот функционал, который необходим для проекта. Ну и давайте посмотрим тест. Живой, как он выглядит, то есть что у нас было, и вот так выглядела предыдущая версия решения, и действительно здесь есть небольшие недочеты, в том плане, что мы видим три колонки, но достаточно все-таки много информации. Сейчас это стало покомпактнее. Баннерный блок, пожалуйста, блок услуги, обращения, то есть пользователь пойдет уже туда, куда нужно. Ну и в футере ссылки на основные разделы. Мы можем посмотреть, допустим, информацию о городе, можем посмотреть услуги по ведомствам, допустим, посмотреть внутреннюю информацию об услуге. Это пока еще тест, здесь не хватает информации об услуге, и тоже стоит обратить внимание, всегда проверять, вся ли информация на сайте корректно заполнена, потому что бывает так, что что-то пропустили, и незаконченность страницы создается такой эффект. Обращение граждан. У нас также на тесте, не на тесте, а в готовом решении присутствуют вот такие блоки. Мы их видели специально, это то, что публикуется на этой странице в соответствии с законодательством. Эти блоки потом, конечно, нужно будет удалить. Мы встречали ресурсы, на котором мы это забыли сделать, но, в принципе, эта информация только для тех, кто запускает проект. Для обычных посетителей эта информация будет неактуальна. То есть создать обращение. Можно ввести поля и таким образом. И также в решение встроена интерактивная карта объектов. Можно посмотреть объекты города. Проложить маршрут. Можно посмотреть туристические маршруты. Это тоже удобно. Не только показать важные объекты города, но и маршруты. Посмотреть, что входит в маршрут. И показать важные события. Это тоже очень наглядный и полезный сервис, когда можно сформировать, можно выводить просто все события, если их немного. Если есть категория, это большие порталы, то прямо по категориям различные события. Пользователь, попав на сайт организации, он сразу может узнать о том, все, что происходит в городе, или все, что происходит, какие события связаны с этой организацией. Он может посмотреть и важные городские объекты, памятники, туристические маршруты. То есть это полноценный информационный сервис, который встроен в готовые решения. Интерактивная карта объектов – это отдельный модуль, который позволяет показывать карты объектов, событий, маршрутов. Он содержит неограниченную вложенность категории под категорией, то есть можно маневрировать вложениями и создавать нужную структуру. Можно подгружать данные с других разделов, если они уже созданы, и тогда карта используется как слой. Именно так она у нас работает в проекте порта открытых данных. Мы тоже чуть-чуть позже посмотрим. Есть шаблон для мобильных устройств, то есть для мобильной версии, для мобильного приложения. И что она позволяет? Она позволяет создать удобный сервис для пользователей, который уже готов, его не нужно разрабатывать, но это будет приятным дополнением к проекту. Ну вот, собственно, то, что мы сейчас с вами видели на тесте. Также карты на слайде, также список объектов можно посмотреть. И кроме отображения на карте посмотреть по списку, проложить маршрут при необходимости, и вот также посмотреть события. Мобильная карта, все те же сервисы, и маршруты, и события, и объекты, и прокладка маршрутов, и детальная информация об объекте. То есть с любого устройства пользователь получает всю информацию. Но кроме этого, в административную часть вынесены многие настройки. Это изменение высоты карты, добавление своих маркеров, изменение цвета линий, толщины линий, надписи. Таким образом, любой контент-менеджер, не обладающий специальными навыками программирования, может быстро настроить внешний вид карты под свой дизайн, и таким образом тоже быстро запустить данный сервис. Что еще обязательно должно сейчас быть на любом интернет-проекте, это доступность контента для лиц с ограниченными физическими возможностями. В нашем решении также была эта версия, разработанная по стандарту WCG и по российскому ГОСТу. Но также и в новом версии, в редизайне мы сделали эту версию. Она реализована с помощью CSS, без перезагрузки страниц. Это тоже важно, потому что встречаются проекты, когда поддерживаются две версии, два шаблона. Это неудобно с точки зрения контента, с точки зрения затрат ресурсов, но и для пользователя тоже, что он нажимает, у него перезагружается, появляются совершенно порой даже страницы, которые не похожи на текущие. Не совсем может быть это эффективно. У нас сучтены три контрастные схемы. Для лиц с ограниченными возможностями по зрению, чаще всего им используются именно на черном фоне желтые буквы. И мы обращаем внимание, что там часто знаки какие-то на дороге, тоже там и зебру, и полоски на ступеньках красят желтым свет. Это именно потому, что люди, которые плохо видят, они лучше реагируют, он ярче. И у нас, к сожалению, не так часто распространена эта форма, но вот зарубежные проекты, они все эту форму используют. Поэтому мы такую контрастную схему добавили. Стандартный черно-белый вариант. В версии предусмотрены изменения размера шрифта, можно отключать изображение и также управлять контрастными схемами и возможность перемещения по сайте с помощью клавиатуры. Часто мы встречаем контрастные, причем контрастные версии, даже это не совсем правильное название, правильная именно версия для лиц с ограниченными физическими возможностями. И желательно, чтобы на сайте она обозначалась с помощью понятной этим людям аббревиатуры, это буковки А. У нас пишет контрастная версия, версия для слабовидящих. Это не совсем правильно, потому что версия не только для тех, кто плохо видит, а есть действительно ограничения у людей различные, и это могут быть и нервные заболевания, это заболевания опорно-двигательного аппарата. И также этим людям требуется специальная версия. То есть не совсем правильно. И что еще важно, эти буковки А, они должны быть большими, потому что если человек плохо видит, а мы на сайте пишем самым маленьким шрифтом, потому что она не помещается, слово контрастная версия, то вопрос, а как этот пользователь эту версию увидит, что нужно переключиться. Он ее просто не увидит, он будет использовать клавиатуру увеличения. С помощью клавиатуры, контур-плюс, и будет работать в таком формате. То есть об этом тоже стоит помнить. Ну и вот третий вид, синий-голубая схема. В принципе, если нужна какая-то другая схема, если вдруг, хотя не совсем может быть понятно, зачем это нужно, то с помощью стиля можно добавить свою цветовую схему. Давайте посмотрим эту версию на тесте. Какой-нибудь там текстовый блок откроем. Вот у нас буковки, в принципе, они заметны. Мы увеличиваем шрифт. Можем отключить изображение и можем выбрать нужную цветовую схему для работы. А бывает так, что просто обычным людям иногда контрастная версия, когда находится в условиях очень плохого освещения, то просто выбирают обычную бело-черную схему. Это не обязательно, что для лиц с ограниченными физическими возможностями. И переход в обычную версию сайта. Еще часто на таких версиях используют большие панели. Там нужно выбрать шрифт с засечками, без засечек. Вот это тоже часто наводит на вопрос, потому что лучше, конечно, ориентироваться на пользователей, не смотреть просто, как все вокруг проекта сделаны, потому что эти настройки пользователь не использует, как правило. И также мы сейчас убедимся, посмотрим, как перестраивается страничка. Я сейчас немножко уменьшу размер экрана и представлю, что я мобильное устройство. Вот у нас перестроилась страничка, то есть адаптивный шаблон. Доступно меню. Архивное дело. Также рубрикатор. То есть мы, в принципе, получили ту же версию сайта, но уже на мобильном устройстве. У нас также предусмотрен второй уровень меню. Ну, если кому-то нужны, допустим, филиалы различные, то можно будет показать какую-то информацию. И для запуска проекта мы сделали законодательную карту. Она у нас была в предыдущем решении. Это чекликс по 8-му федеральному закону. То есть какие пункты, на какой странице посмотреть, как правильно заполнить раздел. И руководство по обеспечению доступности веб-контента. Можно найти их на официальном сайте. Можно посмотреть также здесь. То есть есть различные уровни. Собственно, почему аббревиатура буква А. Есть самый первый, самый простой уровень. Уровень второй сложности и третьей сложности. А эти уровни также зависят от контраста. Мы брали контраст по максимальному третьему уровню. А контраст – это, собственно, та цветовая схема. И там есть определенный показатель контраста, который рассчитывается. Но в данном случае мы выбрали данные цветовая схема. Сейчас мы посмотрим готовые проекты на нашем решении. Правда, они сейчас уже пока что в старом дизайне, либо в уникальном дизайне. Но дизайн можно сделать и свой. То есть есть такая задача, есть готовые решения, есть структура, есть функционал. Можно взять свой шаблон дизайна и его разработать. Это будет быстрее и по затратам меньше, чем, опять-таки, разрабатывать проект с нуля. Вот сайт правительства Республики Башкортостан. Мы видим, что у них уникальный дизайн. Немножко его доработали. Вот информационный портал города Яшкар-Ала. Это стандартный дизайн был тоже. Сайт прокуратуры. И уже есть другие разделы, мы это видим. То есть другая структура. Бюджетное учреждение Санкт-Петербурга. И другие государственные организации также используют наши готовые решения и руководствуются теми же принципами. Кто-то использует прям готовые шаблоны, а кто-то дорабатывает и делает свои шаблоны дизайна. Что у нас по лицензированию? В этом году произошли изменения. Весной решение мы перевели в Marketplace. Зачем это было сделано? Дело в том, что часто нас просили выбирать ту или иную лицензию. И также, поскольку это был дистрибутив, у нас выходило обновление платформы, нужно было пересобирать решение. Сейчас мы независимы от платформы. Готовое решение – это модуль Marketplace, который обновляется. То есть мы выпускаем обновления для модуля. Коллеги, кто разрабатывает платформу, выпускают обновления для платформы. И мы друг от друга независим, поскольку эти обновления находятся… То есть платформа обновляется – это отдельное обновление, модуль – это свое обновление. Простые переходы между редакцией. То есть раньше нужно было покупать специальный переход. Сейчас просто достаточно купить переход на более старшую редакцию и таким образом перейти на расширенную версию. Есть документация и бесплатная пробная версия на 30 дней. Сейчас у нас идет акция скидки до 11 января 2016 года. В базовой редакции себя включает весь функционал, который мы сейчас посмотрели. Это сервис обращения, интерактивная карта объектов, готовые структуры и сервисы. А в расширенную редакцию еще добавлено мобильное приложение «Мой город». Мы сейчас тоже про него поговорим. Мобильное приложение «Мой город» – это сервис для просмотра услуг, просмотра обращений граждан в личном кабинете и мобильный гид по городу. Подходит больше для администрации и областных порталов, то есть там, где есть много объектов, там, где есть много услуг, там, где есть много достопримечательностей. Разработано на платформе мобильное приложение. Чем эта платформа удобна? Это те же технологии, это PHP, HTML и JavaScript. То есть для создания мобильного приложения не требуются специальные разработчики. Сразу же приложение разрабатывается автоматом для двух платформ – iOS и Android. И также есть такой момент, что если мы что-то меняем в приложении, оно опубликовано уже в сторах, мы добавили новый раздел, изменили дизайн, то эти изменения тут же будут доступны у пользователя без перепубликации, поскольку фактически это тоже сайт. То есть это та же платформа Bittrex, это та же папка отдельная для приложения. Но и сама платформа, один из Bittrex мобильных приложений, она необходима для компиляции и публикации приложения в сторах. Как происходит и как публиковать в сторах, тоже в конце скажу. Что себя включает мобильное приложение? Это гид по государственным услугам, то есть можно посмотреть перечень услуг, порядок условия предоставления услуг, популярные услуги, можно отправить другу на почту список документов, которые нужно получить. Сервис обращения граждан – это тот же сервис, который мы видели на основной версии сайта. Можно выбрать тему, если есть какая-то проблема, например, не убран двор или сломана детская площадка, тут же добавить фотографию и отправить обращение. Обращение попадет в нужную структуру, в нужный департамент, и в личном кабинете можно управлять и следить за статусами обращения. То есть оно обработано, отказано, можно сохранять черновики. Это удобно. Таким образом гражданин будет всегда на связи, и в государственной организации будет проще получать запросы от граждан и проще, что если есть уже все по темам распределено, то конкретное обращение пойдет к конкретную инстанцию. Интерактивная карта объектов также доступна в мобильном приложении. Вся инфраструктура города или края области на ладони, в категории объектов, также можно группировку объектов, поиск, просмотр детального описания, то есть все, что мы видели в мобильной версии, в основной версии, все это доступно и в приложении. Также можно показывать события, и это будет очень удобно. В мобильном приложении можно пуш-оведомления отправлять. Добавилось событие, появилось какое-то важное обновление, ушло пуш-оведомление, пользователь сразу все на экране увидит, что произошли какие-то изменения. И также можно показывать туристические маршруты. Мобильное приложение «Мой город» – это модуль в Marketplace отдельно, то есть оно подходит как и для проектов, которые уже созданы на платформе 1S-Bitrix, но оно также входит в поставку расширенной версии сайта государственной организации. Лицензия на мобильное приложение, которое необходимо для публикации, она приобретается отдельно. Я сейчас покажу на сайте, где подробнее можно посмотреть. У нас есть продукты, мобильное приложение. Есть специальное приложение для разработчиков, то есть когда вы сначала разрабатываете свое приложение, настраиваете папку, заносите данные, потом вы скачиваете наше приложение, оно бесплатное для разработчиков, прописываете в этом приложении, вводите адрес страницы и проверяете работоспособность приложения. После этого создается у нас, на сайте тоже есть форма запроса, на публикацию, на сборку приложения. После этого, как раз там понадобится лицензия на продукт, мобильное приложение. Сам модуль доступен в маркетплейсе. Здесь есть документация подробно, как разрабатывать, как устанавливать, как настраивать. И также можно, если планируется просто, а такие проекты тоже у нас были, такие запросы, когда нужно просто приложение. Выбирается платформа, получается стоимость вместе с платформой. Есть демо-версия на 30 дней. Вот мы немножко посмотрели сервис для создания сайтов, мобильное приложение. Есть еще одна большая задача, которая на сегодняшний день стоит перед государственными организациями. Это публикация открытых данных. Открытые данные – это информация, размещенная в сети интернет, в машиночитаемом формате для последующего многократного использования. Что, собственно, представляет из себя открытые данные? Это не просто любые данные о государственной организации, а у каждой организации их немало. Это данные, которые представляют интерес для бизнес-сообщества, для граждан, для различных коммерческих, некоммерческих организаций. Это могут быть данные о объектах, например, где найти катки зимой, мухчевые развалы, лето, когда будет отключение, график отключения горячей воды. Это могут быть данные статистические, например, какой бюджет тратится на связь в Российской Федерации, больше на что, на мобильную, почтовую и так далее. То есть кому-то эта аналитика будет интересна. И вот на вебинарах мы участвовали в вернисаже 1С, к нам подошли партнеры, которые сказали, каким образом они нашли себе клиентов на портале открытых данных. Партнер занимался автоматизацией животноводческих хозяйств. Они посмотрели наборы характеристики хозяйств, которые еще не автоматизировали, выписали себе этот список контактов и таким образом получили клиенты. Также открытые данные могут служить хорошей базой для создания удобных сервисов для граждан, способствовать рынку развития мобильных приложений. Таким примером является приложение Яндекс.Такси, которое берет данные с портала открытых данных правительства Москвы. То есть на портале правительства Москвы опубликован набор данных об осуществлении деятельности по перевозке пассажиров, а Яндекс.Такси разработал очень удобный интерфейс, там можно выбрать и машину, класс, категорию и так далее. Очень удобно, но он получает всегда актуальную информацию. При этом два участника сервиса. Правительство Москвы не думает об интерфейсах, где брать бюджеты на разработку, как эти интерфейсы разрабатывать, какими они должны быть, и оно отвечает только за контент. А Яндекс не думает о том, где постоянно брать актуальный контент. Они придумали удобные сервисы, удобные интерфейсы, а контент они берут. Таким образом, два участника, и мы получили удобный сервис для граждан. А что в себя включает готовое решение портала крытых данных? Это готовая структура дизайна демо-контент. Это комплексная система создания портала крытых данных, потому что две большие целевые аудитории – это пользователи, которые работают на сайте с данными. И здесь нужно обеспечить удобную работу. Это и показ данных на карте, это удобные таблицы. И вторая группа пользователей – это те, кто публикует данные, кто готовит их. А мы знаем, что есть большие методические указания, есть законодательства, которые жестко регламентируют требования. Должен быть паспорт набора, указан обязательно владелец набора, дата актуальности, дата последних изменений, еще много-много перечней и различных вариантов о том, как это должно быть. Все это нужно учесть, все это нужно соблюсти, и это тоже большая задача. Также это все должно соответствовать законодательству и иметь высокую безопасность. Но что важно пользователю на сайте? Это посмотреть нужные наборы, либо в виде таблицы, либо в виде карты, то есть быстро найти, отфильтровать. И также важна обратная связь. Если нашли ошибку, отправить сообщение об ошибке, задать вопрос. То есть это все должно быть доступно. Мы сейчас тоже посмотрим на тесте, данные на данном слайде в таблице, и эти же данные на карте. Что важно для операторов? Для операторов важно обеспечить единое хранительще открытых данных. Есть зарубежные системы, которые дают возможность создания порталов, тоже на базе готовых сервисов, но там есть такая особенность, что все хранится в виде файлов. То есть если нужно несколько форматов файлов, то оператор готовит несколько этих форматов и заливает их на сайт. Такая структура хранения данных, конечно, неудобна, потому что не будет единой базы данных, а будет большое файловое хранилище. Но зато это быстро, очень быстро можно с помощью этого сервиса создать портал. У нас другая концепция, то есть мы говорим о единой базе данных, а все предыдущие версии уже, да, они хранятся в виде файлов, то есть есть копии. Также можно делать бэкапы и таким образом работать со структурой. Важно обеспечить создание и редактирование данных в административной части сайта, причем если есть большой список данных, конечно, есть экселевский файлик, его можно оформить в виде CSV и загрузить на портал. Это будет быстро, это будет удобнее, нужно все вбивать вручную. Также если нужно сформировать, а по приказам нужно обязательно на сайте, не только в виде интерактивных таблиц и сервисов, но данные еще и представлены в виде файлов. Также важно быстро выгрузить всю информацию, скомпоновать файл. Все должно быть, конечно, автоматически, чтобы не тратить большое количество времени. Версионность данных автоматом проставляется, то есть внесли изменения, проставилась автоматом версия. Все сообщения об ошибках, которые приходят, они приходят в системы, доступны в одном разделе, сразу видно, и тогда модератор может применить исправление или отклонить. Ну и также важно следить за изменениями, поскольку за каждый набор данных есть персональный ответственный. Если он не исполняет правильность публикации, то к нему применяются какие-то там свои административные санкции, и поэтому нужен журнал контроля, кто что когда менял, и если какая-то проблема, если неактуальные данные или ошибки, то с кого можно спросить. Все это должно быть предусмотрено в системе. Паспорт набора у нас создается автоматически. При создании набора нужно заполнять определенные поля, и автоматом формируется паспорт. Можно добавлять картинки для анонса. Вот, собственно, слайд, как выглядит паспорт набора и какие данные нужно ввести. Также есть справочник организации, поскольку за каждый набор есть ответственная организация, ведомство. Особенно, когда портал в себе собирает большое количество организаций, здесь важно обеспечить между ними быстрый обмен данными. Нам коллеги тоже рассказывали, они внедряли портал и столкнулись с проблемой, что у кого-то данные действительно в Excel, и это быстро можно выиграть, сделал кого-то чуть ли не в рукописном виде. Здесь уже, конечно, возникают проблемы. Но, тем не менее, также справочник чем удобен, что занесли все названия организации, при публикации очередного набора просто выбираем организацию. Не нужно каждый раз ее выбивать отдельно. И также есть импорт, что и должно быть, потому что бывают очень большие массивы, и выбираются файлы, расстраиваются параметры, и мы импортируем файлы, и данные сразу же показываются на сайте. Мы на прошлом вебинаре как раз показывали настройку, показывали импорт-экспорт, можно посмотреть запись предыдущего вебинара, и мы подробно рассказывали о том, как настраивать решение. Что можно посмотреть? Есть концепция открытых данных, есть методические рекомендации, и, как пример, портал открытых данных Российской Федерации, правительства Москвы. И мы сейчас посмотрим наш портал, наше готовое решение на тесте. В Marketplace у нас доступно решение как модуль. Здесь есть краткое описание, есть также документация. И есть онлайн-демо. Переходим и попадаем на портал открытых данных. Решение специально так разработано, но встраивается как в проект в виде раздела, так и просто как самостоятельный сайт можно его разворачивать. Что это означает? Что если у вас есть уже сайт государственной организации, то нужно выполнить требования законодательства и сделать хороший портал открытых данных. Не нужно дорабатывать дизайн. То есть работа с открытыми данными предполагает работу только с открытыми данными. И больше ни с чем. Поэтому никаких дополнительных шапок со своим прекрасным красивым дизайном, дополнительного футера, правых и левых колонок в принципе быть не должно. Потому что данных много, пользователю нужно создать комфортные условия для быстрого поиска данных. Поэтому это удобно. Модуль содержит разные цветовые схемы несколько. Там весь синий вариант, красный, зеленый. Можно под свой дизайн подстроить. Можно настроить просто стиль, если нужны какие-то другие цветовые оттенки. Но решение готово. И можно прямо его сделать, допустим, подразделом. А можно готовым проектом. Но ни в коем случае не стоит пытаться здесь кардинально менять дизайн. То есть можно, если это необходимо, там стили, допустим, показа окон или еще что-то, просто немножко сделать в своем стиле. Но не пытаться навешивать сюда кучу колонок, различных там еще баннеров. То есть это здесь не нужно. Поэтому модуль просто легко ставится и запускается в проект. Есть информация об организациях, которые оказывают различные... То есть набор данных, что еще представляет, это характеристики. То есть, например, Wi-Fi точки в парках, характеристика названия парка, зона покрытия, название провайдера и так далее. Ну и вот мы видим тоже различные таблицы. С главной страницы мы можем попасть, то есть посмотреть организации, посмотреть какие-то популярные наборы. Потому что, в принципе, и пользователи бизнеса общества, мы же с главной, мы даем возможность посмотреть популярные наборы. Есть паспорт набора, пожалуйста. Номер, наименование, владелец набора, ответственное лицо, контакты. Это все обязательно, это должно быть. Данные в виде CSV файла, версия 1, версия 2, дата первой публикации, внесение изменений. То есть это все имеет место быть. Таблицы. Это настраиваемая онлайн-таблица. Чем она хороша? Любой пользователь выбирает атрибуты под себя. Кому-то, допустим, неинтересна ведомственная принадлежность. Тут же табличка подстроилась. Убрали, допустим, административный округ. Подстроилась. Можно какие-то… Также есть строка фильтра в каждой колонке. Можно найти, допустим, какой-то нужный район. Посмотрели. И можно посмотреть данные на карте. Здесь достаточно большой масштаб, большое количество данных. И мы выделили какой-то объект и сразу видели информацию. Достаточно большой поп-ап. Здесь можно и фотографии размещать, и здесь можно управлять выводом. То есть мы можем показывать большое количество информации, можем показывать меньше информации. Также скользящие панели мы видели на ГОС-сайте. Там один вид карты – это обычный шаблон. В портале открытых данных используется шаблон с скользящими панелями. Это удобно, потому что данных много. Много категории под категорией. Быстро переходить нужно между объектами, категориями. И здесь как раз карта используется как слой. То есть данные у нас хранятся в разделах. Причем мы видим, что все данные могут иметь разные параметры. Одно дело – набор – это Wi-Fi-точки. Другие характеристики будут у бассейнов. Третьи характеристики объектов будут у, в данном случае, велопарковок. И мы все это показываем на карте. Несмотря на то, что разные параметры, разные управления, то есть здесь такая сложная интеграция модуля. Это вот как хороший пример использования карты как слоя. Что еще мы видим? Что слой мы его можем закрыть. То есть она открывается поверх страницы. Есть контрастная версия. В данном случае у нас две цветовые схемы, но черно-желтую тоже добавим. Есть информация о проекте. То есть тоже можно пользователям сообщить, что такое открытые данные, зачем они нужны. И информация для разработчиков. Используются форматы. Как настраивать API. И также, что требуют на портале открытых данных, это ссылки на сторонние ресурсы, на вышестоящие, может быть, организации. Они у нас аккуратно живут в шапке. Если их много, то, наверное, тогда стоит посмотреть, может быть, для них либо отдельный раздел, либо их футеровый есть. Вот таким образом устроен проект открытых данных. Это еще один сервис, который мы посмотрели. И теперь мы поговорим про то, без чего не может существовать ни один интернет-проект. Но о чем, к сожалению, иногда часто забывают. Это производительность и безопасность. Что важно? Обеспечить быструю загрузку страницы. Если это проект, который масштабный и большое количество посетителей, он должен хорошо работать, быть всегда доступен под большими нагрузками. Также важно, чтобы при разработке новых сервисов, при доработке, все эти доработки не ухудшали производительность и безопасность. То есть, в данном случае, платформа 1SBitrix, она открытая, открытый код, и любые доработки можно дорабатывать. Но вот с разработчиков следить, чтобы… Бывает так, что изменения не продумали, не додумали архитектуру, не учли нагрузки, разработали что-то, а потом это все тормозит. Начинает, изникает вопрос, а как же так? В платформе 1SBitrix есть технология композитный сайт, которая позволяет повысить отклик сайта. И таким образом обеспечить лучшее ранжирование сайта в поисковых системах. Как это устроено? Условно, сайт делится на статические и динамические страницы. То есть, статический контент, который неизменяемый, он сразу отдается в виде HTML-странички. А динамические области, они размечаются в административной части сайта. И незаметно для пользователя подгружаются Аяксом. Таким образом, пользователь мгновенно всегда получает страницу, он может с ней работать. А я думаю, что каждый из вас попадал в ситуацию, когда, например, друзья или знакомые прислали ссылку на какой-то интересный товар или услугу. Мы открываем сайт, сайт не грузится, крутится колесик, либо загружена шапка, но дальше все, страница не загрузилась, и ничего мы с ней делать не можем, работать мы не можем, посмотреть мы ничего не можем, мы ждем, 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 ничего не происходит, мы сайт закрываем. Вот если пользователь окажется в ситуации получения какой-то важной услуги и попадет в такую же ситуацию, он подумает, ну что это за организация, ничего нормального сайта не может сделать, как тут услуги-то получать. Вот такого эффекта, конечно, быть не должно. Скорость сайта можно не только повысить, но ее можно и померить. Есть сервис встроенный, который специально показывает, все ли хорошо с проектом. То есть страница грузится быстро, либо она медленно грузится, и тогда нужно смотреть, почему. И здесь также в сервисе есть рекомендации. Это могут быть избыточное количество запросов. То есть бывает, что просто из-за разработки накидали кучу стилей, кучу скриптов, потом это не объединили, хотя в платформе есть и объединение. Но тем не менее, самим нужно следить корректно за проектом. У нас был случай, когда партнеры, точнее клиент к нам обратился, сказал, что все, у вас платформа не работает, потому что у меня через 4 часа вырубается главная страница. Мы проверили аналитику и увидели, что у него на главной странице, в футере, есть партнерный блок. Такой слайдер, и там более 150 партнеров, но блок зациклен. И через 4 часа там партнеров большое количество, чуть ли не сотни тысяч. Поскольку постоянно генерируются эти партнеры. Мы указали на ошибку, они, наверное, сделали большой втык своим разработчикам. Все поправили, страница стала летать. Но сервис таким образом помог найти проблему. Также в платформе есть монитор качества. И вот если вы заказываете проекты на создание нового сайта, либо на доработку, просите, чтобы те, кто вам внедряет решение, и принимайте его по монитору качества. Это тоже дополнительный модуль, который проверяет уже не только скорость загрузки, а еще и проблемы с кодом. Проблемы с хостингом. То есть если что-то не так в коде, не так в хостинге, там есть базовые тесты, но они хотя бы достаточны для того, чтобы убедиться, что проект сдан корректно. Но и также еще есть требования разработки модулей для Marketplace. Их полезно тоже изучить и прямо вносить в техническое задание. Прямо прописывать, что проект ведется с такими-то и такими-то требованиями. Потому что требования к разработке модулей Marketplace, они не только для модулей Marketplace, для любых проектов. А что это значит? Это отсутствие фатальных ошибок, фаталов, эроров, 404-й некорректной страницы и так далее. То есть критических ошибок, без которых, в принципе, работать сайт невозможно. Но, к сожалению, мы видим, когда проект иногда запускается, новый проект, ура, запустили, мы пошли на какую-то там внутреннюю страничку, бах, а там варнинг, фатал-эрор или еще что-то более страшное, ну и все. И что это такое? Да, вот обязательно тоже стоит это учесть и смело требовать с разработчиков сдачу проекта по монитору качества. Модуль, ну и безопасность сайта. У нас есть модуль про активную защиту, который встроен в платформу. Он содержит в себе большое количество технологий. Это защита от фишинга, шифрование данных и фильтр защиты от атак. Постоянно модуль дорабатывается, совершенствуется. В компании есть отделы разработки, есть отдел безопасности, который постоянно следит за уязвимостями, за угрозами. Поэтому модуль постоянно обновляется. Если у вас проект на какой-то другой платформе, то вы должны тоже об этом подумать. Подумать о том, кто будет заниматься безопасностью, кто будет следить за уязвимостями, кто постоянно будет следить за проектом и дорабатывать, донастраивать и так далее. Ну и еще одна технология – это облачный бэкап. Это как раз мы вернулись к вопросу про архитектуру проекта. То есть если проект высоконагрузочный, там и требуется уже и масштабирование, и кластера. Но даже для обычного проекта может случиться ситуация, что по какой-то причине, например, недоступным сайт стал, допустим, хостинг облачный, и произошла проблема с дата-центром. Но если проблема есть с сайтом, то это не означает, что жизнь должна прекратиться, и мы должны ждать, пока там дата-центр что-то починит. Это простое, это потеря времени, это потеря посетителей, поэтому обязательно должна быть резервная среда, особенно если это крупный проект. Но и также, если что-то с сайтом вдруг не то случилось, то обязательно должен быть бэкап, потому что с бэкапом можно быстро развернуть проект. Если бэкапа нет, то, собственно, проект как-то восстановить? Никак. Либо, ну, конечно, если делала студия-разработчик, то у нас были, я когда сама работала в студии, у нас была ситуация, когда спускался проект, проект достаточно крупный, но про бэкап, когда мы сказали, что давайте мы его сделаем, клиент сказал, давайте мы потом сделаем, сейчас у нас все же нет бюджетов, времени, мы потом разберемся. Наступил день, когда клиенту нужно было презентовать этот сайт в верхах, там, министру, и благополучно упал дата-центр в Ирландии. Соответственно, основной сайт был не был доступен. У нас было полчаса на то, чтобы повесить, скажем так, страничку, которая имитировала сайт, просто с информацией, что есть такой проект, там какие-то картинки. Понятно, что уже дальше никуда в разделы перейти нельзя. Ситуация там была действительно аварийная, в дата-центрах сложная, и клиент очень долго объяснял министру, что это временная страничка, что на самом деле сайт выглядит по-другому. Чтобы таких ситуаций не было, нужно всегда иметь и бэкап, и резервные среды, и тогда проекты, и вам будет спокойнее, что что бы ни случилось, в любом случае быстро восстановитесь. Причем в системе всего там одна кнопочка, нажать, сделать бэкап. Есть и сложные проекты, когда разный сред разнесен проект, там синхронизация, но это уже отдельная тема, отдельная архитектура. Но тем не менее, если что-то вы начинаете делать в интернете, какой проект, то всегда нужно продумать все до мелочей. Помните про интерфейсы, про сценарии, про безопасность, про архитектуру, что мы хотим делать, какие будут перспективы, насколько масштабный потом может проект стать. И все это изначально уже нужно проложить, все-все-все прописать, проанализировать, ну, собственно, как построить дом. Если все правильно рассчитано, хороший фундамент, стены, все удобно, комфортно. Если все кое-как, то вот дом не получится. Система обновления, она также в административной части сайта. Обновления доступны, если действует лицензия, если лицензия закончилась, то ничего сложного с сайтом не случится, страшного, он будет работать, но не будут доступны обновления. Покажу, что еще где посмотреть про эти решения на наших сайтах. В Marketplace официальный сайт государственной организации, то есть также про него можно почитать, есть установка. И на нашем основном сайте есть информация про решения, более детально, более такой сценарий, описание возможностей, портал открытых данных, презентация, цены лицензирования и также есть про сервис интерактивных карт объектов информации, тоже подробно расписаны возможности, есть документация, есть у нас были вебинары, еще один был, тоже добавим. И если необходима помощь, то можно задать вопросы в техподдержку и получить консультацию или помочь настроить решение, то есть мы всегда готовы оказать содействие. И кратко еще про одно решение, это внутренний портал. Сегодня у нас такой обзорный вебинар, мы не смотрим практически исключая, что и как настраивать, а просто рассматриваем, какие есть возможности, какие задачи можно решить с помощью тех или иных решений. Мы поговорили пока про интернет-сайты, приложения, мобильные, портал открытых данных, они все решали задачу взаимодействия организации и граждан, фактически решали задачи граждан. Но есть второй большой блок, это внутренние задачи организации, совместная работа сотрудников, и она тоже должна быть комфортной. В готовом решении оно разработано на базе Bittrex24, я думаю, что с этим сервисом многие знакомы, слышно, есть облачная версия, есть коробочная. Вот готовое решение государственный портал, внутренний портал государственной организации, а это коробочная версия. Коробочная версия, она удобна тем, что ее можно гибко дорабатывать, потому что в облаке, там, к сожалению, есть с кастомом большие сложности, там очень-очень все ограничено, а вот коробочную версию можно под свои нужды, различные сервисы, личные кабинеты, все что угодно, дорабатывать, разрабатывать, дизайн менять, собственно, в том числе и для приложения. Содержит готовую структуру, бизнес-процессы, готовые, это подготовка материала для публикации на сайт, то есть сотруднику не нужно идти в админку сайта, он на портале подготовил документ, согласовал его, и документы публиковались на сайт. И обработка граждан, то есть те обращения, которые приходят с мобильного приложения, с сайта, они попадают в внутренний портал, и также сотруднику не нужно приходить на сайт, смотреть там в своем разделе одно, в портале смотреть другие разделы, то есть ходить между двумя системами, а все в одной системе доступно и удобно. Есть единая база документов, то есть есть битрикс-диск, можно совместно обсуждать документы, ставить задачи, то есть совместно их готовить, и также мгновенный поиск по документам, то есть пришел новый сотрудник, ему нужно найти регламент, изучить правила, работы с теми или иными сервисами, он быстро нашел нужный документ, посмотрел и быстро включился в рабочий процесс. Конечно, невозможно себе представить любой внутренний портал без сервиса календарей, это планирование совещаний, встреч, всегда в курсе все сотрудники будут по распорядку своего дня, не пропустят никакого совещания, и напоминания, и пуш-уведомления в мобильное приложение, все это есть, достаточно легко можно управлять совещаниями, также можно прикреплять документы, презентации, писать рабочие вопросы, все это можно настраивать и формировать. Есть еще и мессенджеры в внутреннем портале, но те, кто знаком с облачным сервисом, в 324 или с коробочным, это так называемый наш аналог скайпа, можно звонить сотрудникам, можно отправлять файлы, обмениваться сообщениями, и чат для четырех участников. Пока это ограничение, используется протокол WebRTC, который доступен в популярных браузерах. Это означает, что не нужно пользоваться с внешними мессенджерами, есть свой внутренний встроенный, это безопасность прежде всего. И всегда также будет история звонков, история сообщений, обмена файлов. Это очень удобно, особенно удобно, когда, допустим, сотрудник не может по какой-то причине присутствовать на рабочем месте, но нужно срочно решить вопрос, можно ему позвонить, ну или также можно использовать сервисом задач или живой лент, написать ему сообщение. Он в какой-то момент недоступен, но он увидит сообщение, от него отреагирует, также отреагирует руководитель, он, находясь в командировке, там на отдыхе или еще где-то, есть какие-то срочные вопросы, он открыл приложение, или открыл сайт, и быстро в курсе всех-всех-всех новостей и событий. И также совместные задачи, поручения, то есть поставить задачу, назначить исполнительного, поставить срок, можно даже время задать, какое планируется на данную задачу, и дальше ее отслеживать. Отслеживать статусы задачи, если она просрочена, появляется счетчик просроченных задач, также это стимулирует сотрудника, чтобы у него этого счетчика не было. Отправляются отчеты руководителя, есть отчеты за день, есть еженедельный отчет, то есть там можно настраивать периодичность отчетов, он может формироваться автоматом, если сотрудник работает в задачах, может отдельный планк использоваться, где сотрудник пишет план, допустим, на неделю или на две недели, и потом отчет о выполненных работах. И все это доступно также в мобильном приложении, также можно отправлять, следить за задачами, следить за своими встречами, совещаниями, писать сообщения, обмениваться и так далее. Это также для двух платформ, iOS и Android, оно доступно в сторах, можно посмотреть, можно ознакомиться. Ну и подводя итог, я просто сегодня тоже показывать уже не буду, потому что информации много, мы по Bitrix24 сделаем отдельный вебинар, отдельно посмотрим на настройки, ну и также у нас очень много вебинаров, на самом деле, проходит по этому сервису, то есть можно тоже посмотреть, может быть не с уклоном для государственных организаций, но в целом все основные методы работы, они подходят, в общем-то, для любой организации. Какие преимущества готовых решений, что это комплексные готовые решения, они решают задачи пользователей и сотрудников компании, не соответствуют законодательству, это высокая безопасность и быстрый срок внедрения. То есть как раз в условиях кризиса, наверное, тоже очень актуально, когда ограничены бюджеты, но нужно развивать сервисы, нужно решать свои задачи, и здесь на помощь могут прийти готовые решения. Цены с учетом акций у меня здесь представлены, официальный сайт, мобильное приложение, портал открытых данных, внутренний портал, они также доступны на нашем сайте, можно при необходимости познакомиться и приобрести. Техническая поддержка я уже показывала, у нас есть сервис «Задать вопрос». Если нужна поддержка, чтобы в режиме онлайна, то эту поддержку оказывают наши партнеры, можно заключать контракт, и они помогут не только развить проект, но и будут оперативно на связи, мгновенно по звонку решать те или иные задачи. Если готовые решения поставили, то так же, как я и говорила, можно его дорабатывать, можно менять дизайн, можно менять структуру, сервис, то есть что угодно с ним делать. Партнеры есть у нас во всех регионах, можно попросить у нас рекомендацию, можно найти на нашем сайте, то есть здесь тоже любые возможности. Ну и, собственно, есть сервис «Маркетплейс», который позволяет также находить приложения, которые размещают наши партнеры, они могут быть дополнительным, например, украшением сайта. Если какие-то услуги оказывают, можно сказать, звонок с сайта, если какие-то платные услуги, то калькулятор услуг, то есть, в общем, все, что угодно, все, что вы найдете в «Маркетплейсе», если понимаете, что вам это необходимо, есть конструктор документов, тоже полезный модуль партнерский, есть модули для «Битрикс24», как и для «Коробки», так и для «Облака», то есть разные сервисы, они могут действительно решить разные задачи. Есть у нас обучающие курсы, как для контент-менеджеров, так и для разработчиков, разные уровни сертификации, разные уровни сложности, но вот еще о чем мы тоже хотим обратить внимание, когда вы заказываете проект, обязательно просите подтверждения квалификации, сертификаты. То есть, если это проект сложный, то там не просто сертификат веб-разработчика, там уже и сертификат и сис-админа, и так далее. То есть, в самые высшие уровни сложности. Зачем это нужно? Ну, наверное, очевидно, просто чтобы действительно убедиться, что проект попал в надежные руки, потому что действительно очень много хороших партнеров, но все бывает, и бывает, что партнеры, точнее не партнеры, а горе-разработчики, которые обещают много, в итоге у них даже сертификатов нет, и тогда вопросы большие уже возникают. Планы выпуска. Вот ту новую версию, новый редизайн, и также интеграция с ЕСИО, это единая среда идентификации и авторизации, это портал с порталом Госуслуг. Сейчас у нас заявка в статусе с запроса тестовой среды, и мы хотим включить эту интеграцию в решение, поскольку по новому законодательству государственные организации доступ к личным кабинетам пользователей должны быть через единую систему. И также выпуск редизайна, сейчас у нас все сборки, мы с вами посмотрели на тест, но он еще не до конца собран, еще нужно собрать все это в модуль, протестировать, и поэтому выпуск, это скорее всего конец февраля, начало, конец января, начало февраля. Немножко перенесли мы срок релиза, поскольку у других много было релизов, и одновременно тоже все невозможно сделать, отдел тестирования просто, наверное, бы не справился с такой нагрузкой, поскольку еще сейчас выходят, были релизы платформы, релиз BITX24, и в общем, достаточно плотный график. Ну и теперь посмотрим, что у нас с вопросами. Так, давайте посмотрим вопросы. Вопрос от Ермаковой Кристины, портал открытых данных можно использовать не как отдельный ресурс, а как раздел существующего сайта. Да, совершенно верно. Как раз я про это говорила, что дизайн таким образом устроен. Сейчас мы еще раз откроем портал открытых данных, то есть мы видим, что дизайн он универсальный. Здесь есть название ресурса, ссылка на сторонние организации, ссылка там будет на основной сайт, да, либо там переход. И дальше работа непосредственно с данными. То есть никаких дополнительных глобальных доработок, то есть не нужно будет, потому что были такие вопросы от клиентов, как же так, а у нас, вы знаете, у нас свой дизайн, у нас по-другому выглядит шапка, у нас совершенно там другой футер, у нас еще и баннеры в шапке, у нас там и в футере баннеры, то есть это все не нужно пользователю. На портале открытых данных он работает только с данными. То есть вы добавляете просто ссылку на свой основной сайт, все, у вас проект готов. Так, для тех, кто... Вопрос от Юрия Шаламова. Для тех, кто уже приобрел один из битрикс для государства, госорганизации, расширенная версия, будет ли доступен модуль портал открытых данных. Модуль портал открытых данных у нас приобретается отдельно. Он не входит в поставку готового решения с сайта государственной организации. Это отдельный модуль. Так, стоимость модуля у нас... Сейчас я... Без редакции, вот 44 910 рублей это с акции, условия скидкой. То есть вы просто его покупаете и тоже также будет дополнительный раздел на сайте. Вопрос. Есть и методика, по которой оценится стоимость разработки, доработки портала. Ну, стоимость тут, наверное, все-таки зависит от сложности проекта, но лучше, наверное, с этим вопросом обратиться к нашим партнерам. На сайте много есть разделов партнера, список партнеров. Здесь есть разные компетенции, да, то есть там Bitrix24 есть, есть также компетенции решения для государственных организаций. Можно посмотреть партнера, которые давно работают с государственными организациями, и обратиться к ним за оценкой. Стоимость, единственное, что будет отличаться, наверное, между Москвой, Петербургом, регионами, может быть, чуть дешевле в регионах, а может быть и нет, тоже зависит от квалификации разработчиков. То есть здесь методики, наверное, самое главное, чтобы вам дали правильно коммерческое предложение, в котором была и оценка сценариев, то есть построение архитектуры проекта, и вопрос про безопасность, про монитор качества, про тестирование, чтобы тестирование было не просто тестирование главной страницы, как у нас такие ТЗ, мы тоже встречаем. Нагрузочное тестирование, главные страницы, все. В сервисе есть поиск, есть авторизация, вот что может упасть при больших нагрузках. Главное, она, скорее всего, не упадет, а падают сервисы обычно. Но есть, конечно, там на главный что-то такого сверхъестественного нет. То есть обязательно все, то есть логика проверки, логика создания, вот та книга, как про Стива Круга, про веб-дизайн, то есть удобство навигации, то есть если вам предлагают, действительно вы понимаете, что все аспекты освещают проекты, то скорее всего можно доверять такому партнеру. Ну и вот компетенции мы не зря ввели, здесь партнеры, которые проверены, которые давно работают с проектами. Можете обратиться, они вам уже подскажут по стоимости, тоже разные варианты, с нуля там на готовом решении и так далее. Так, Ермакова Кристина, как называется модуль? Ну, наверное, здесь я уже сейчас не смогу понять, про какой модуль речь, но все те решения, которые я показала, вам в рассылке придут ссылки на наш сайт, и на госсайт, и на мобильное приложение «Мой город», портал крытых данных, на Bitrix24, то есть я прям дам ссылочки на демо-версии, где что посмотреть на сайте подробно, я думаю, что там уже можно будет найти ответ на вопрос. Так, кому можно адресовать предложение для доработки клиента по… Ну, я не стоя вам в почте, отвечу на ваш вопрос. Когда будет доступна новая версия сайта госорганизации вопроса таланта? Такое, я уже сказала, это конец января, начало февраля. Может быть, чуть раньше она появится в бета, но убдительная просьба, мы всегда об этом пишем, не устанавливать бету на боевые проекты. Особенно не устанавливать бету на боевые проекты, если у проекта нет бэкапа, потому что история, к сожалению, случается, нам пишут потом клиенты, а вот как так, а нам тут вот установили, мы говорим, ну, подождите. То есть, и даже если это боевое обновление, стабильное, всегда нужно делать сначала бэкап, накатили обновление, убедили, что все корректно, потому что бывает, какие-то доработки внесли, либо разработчики внесли, там написали, что они что-то там кастомизировали. И в результате обновления мы что-то стираем, эти доработки, естественно, проект чуть-чуть порушится. А если там был большой кастом, большие доработки, то там совсем очень внимательно, все нужно прям все-все-все проверять детально, чтобы не получилось так, что мы накатили обновление, снесли все свои доработки, и в итоге просто проект сломали. А на самом деле, если накатывается обновление, то потом кастомные доработки просто нужно будет воспроизвести, повторить. То есть, здесь очень внимательно к этому нужно относиться. Так, вопрос про композиты от Павла Аристархова. «Добрый день, расскажите про стоимость композита. Пожалуйста, он бесплатный или все-таки 300 тысяч рублей для клиента стоит?» Нет, композит у нас входит в поставку. То есть, вы можете его настраивать, но это как бы такая версия, которую мы даем, и появляется в футере кнопка о том, что используется композит. Чтобы управлять более детально этой выводом кнопки, и тогда необходимо приобрести платную версию. Тогда эту кнопку можно удалять, менять, делать другие дополнительные манипуляции, но так в бесплатной поставке композит все будет работать корректно, все настройки доступны. С помощью какого модуля можно проверить качество ресурса при приемке сайта от разработчиков? Вопрос от Кристины. С помощью монитора качества. Сейчас я вам покажу на сайте, где у нас это есть. Так, сейчас мы посмотрим. Так, есть монитор производительности, который встроен готовый модуль. Я тоже пришлю ссылочки в приложении. И есть монитор качества. Я просто сейчас так сходу... проактивная защита. Так, проактивная защита. Сейчас, секундочку. Мы найдем этот модуль. Просто немножко я уже давно на нашем сайте не была. Так. Я в рассылке тоже укажу на эти модули и дам ссылочку на требования для разработки модуля для маркетплейса. Что-то у нас сайт не загружается. Попробуем поиски найти. Я просто готовым решением занимаюсь, поэтому... У нас даже есть учебный курс по монитору качества. И можно тоже с этим курсом познакомиться. И подробно про этот модуль почитать. Посмотрим дальше вопросы. Так. Обучение разработчиков происходит в режиме онлайн, так же, как и контент-менеджеров. Кристина, да, у нас курсы онлайн. И у нас так же там есть еще экзамены, которые происходят так же в режиме онлайн. И тоже разные степени сложности есть курсов. Ну, давайте посмотрим про обучение тоже на нашем сайте. Есть информация. Так, это у нас помощь. Есть онлайн-курсы. И здесь разные виды курсов. То есть администратор базовый, администратор модулей. Здесь есть подробная информация на нашем сайте. Можно в группу разработчиков онлайн-курсы и сертификации. Есть учебные центры, расписание учебных курсов. Это уже сайт Академии. И здесь как раз различные-различные виды. У нас Иван Малышин занимается этим направлением. Можно ему напрямую написать, задать вопрос. Можно написать мне. Можно посмотреть на сайте, то есть и найти нужную информацию. И действительно очень важно обучать сотрудников своих, чтобы повышать их квалификацию и самим спокойным быть за проект. Интеграция с СССР – это будет новое решение или вы интегрируете модуль, который доступен. У нас свой модуль будет, но мы его интегрируем только с госсайтом. В Marketplace тоже есть модуль, мы знаем партнерский. Вопрос от таланта такого. Можно ли получить презентацию? Да, презентация будет доступна. Она придет вам в рассылке. Она также будет опубликована на сайте. Так, вопрос от Сергея Курусканова. Цена, к примеру, если город может позволить купить то уровень района, уже сложно рассчитывать на такую сумму. Будут ли скидки для тех, кто ниже, к примеру, области города? Я так понимаю, речь про открытые данные, но я думаю, что в индивидуальном порядке можете обратиться к нам, можете тогда таким образом посмотреть, как мы можем помочь решить данный вопрос. Коллеги, есть ли еще вопросы? Будет ли доступен модуль ESEO в существующей редакции госсайта? Да, он будет доступен, но мы надеемся, что в новой версии, если кто-то уже, у кого-то есть проект, и мы даже готовы пригласить в тестирование, в участие в этом проекте с ESEO совместно. То есть у нас есть там регистрация, и в тестовую среду также, чтобы вы нас добавили, мы прям можем на вашем проекте пройти тестирование, проверить. Если кто-то откликнется, то мы тоже будем рады такому участию. Да, будет доступен новая версия, у нас редизайн предполагает, но если уже проект работает на готовом решении, то чтобы, то есть при обновлении понятно, что будет доступна интеграция, а вот новый шаблон дизайна, нужно будет переустановить решение. То есть автоматом мы шаблон дизайна не меняем, я просто тоже так рассказываю уже, просто про обновление задан был. Об этом тоже мы всегда говорим, о том, что автоматом ваш шаблон дизайна не изменится. Почему мы так делаем? Потому что часто бывают доработки. Если мы автоматом пользователю сменим дизайн, то все его добработки просто слетят. Соответственно, в итоге проект разрушится, и ничего хорошего из этого не получится. Поэтому всегда новый шаблон дизайна у нас потом нужно будет уже самим переустанавливать. А вот остальные другие функциональные возможности модуля, они доступны. Есть ли еще какие-то вопросы? Если вопросов больше нет, то я благодарю всех за внимание, благодарю за интерес к нашим решениям. Если есть вопросы, если есть пожелания, чего не хватает в наших решениях, что бы вы хотели увидеть, или нужна какая-то консультация, пишите на почту. Буду рада ответить на ваши вопросы. Также вы можете задавать вопросы в техподдержку. Я не прощаюсь, поскольку у нас в следующем году будут новые вебинары. В преддверии наступающих новогодних праздников я также хочу всех поздравить с этими наступающими праздниками. Пожелать успешного Нового года, успешных проектов, интересных сервисов и всего самого чудесного. А всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok